Ну что ж, дорогие друзья, с Opinion перенесемся. Через несколько секунд мы на Пиренеи. Сейчас будем общаться с Евгением Антиповым. Евгений – это управляющий директор компании Albumar Group. В настоящую секунду он к нам присоединяется. Я думаю, что через секунду уже будет с нами. А я перед тем, как Евгений присоединился, хочу напомнить и рассказать еще. Кто, может быть, не слышал и не присутствовал на наших предыдущих вебинарах, мы на Приан.ру несколько дней назад открыли, вернее, несколько недель уже, получается, назад открыли новый раздел. Это раздел «Иммиграция». Ну, оценив интересы, текущий интерес к рынку, мы поняли, что очень и очень многие потенциальные покупатели интересуются недвижимостью не как целью, а как средством, средством для переезда. И, соответственно, иммиграционные вопросы очень тесно, очень близко расположены к вопросам покупки недвижимости. Ну и, соответственно, мы эти вопросы стали освещать в отдельном нашем разделе. Ссылочку на него, я думаю, в ближайшее время мы скинем в чате, но произойдет буквально через несколько минут после того, как Евгений у нас появится в ВКонтакте. В общем, что можно сделать в этом разделе? В этом разделе описаны программы. Описаны программы инвестиционные, иммиграционные и представлены компании, которые эту недвижимость или эти программы представляют, с этими программами работают. Вы можете посмотреть, вы можете узнать, почувствовать прелести, подводные камни всех этих программ. Ну и после этого обратиться уже к той компании, которая эти программы представляет, получить консультацию, получить ответы на вопросы, ну и как-то завязаться. То есть раздел это уже активно работает. Пожалуйста, смотрите, присылайте свои комментарии. Женя, добрый день. Видишь ли и слышишь ли меня? Приветствую, Филипп. Да, вижу и слышу хорошо, как сигнал из Испании доходит. Прекрасно, сигнал из Испании доходит. Меня всегда, честно говоря, удивляет эта история. Ты говоришь, и тут же тебя слышу. Ну что у нас там? Вижу, опять же, неделю назад с коллегами, две недели назад, вернее, с коллегами твоими говорили, и радостные были такие кадры в Фейсбуке, люди гуляли по набережной, не подходили близко друг к другу, но все равно. Вот как? И вообще, как ты вспоминаешь эти два месяца? Шутковато было? На самом деле, два месяца пролетели так незаметно, и мне не хватило этого карантина, чтобы все изменения структурные сделать, и у нас агенты даже выходили работать по шесть дней в неделю, потому что работы было достаточно много. У нас в компании, компания занимается не только жилой, но и коммерческой недвижимостью, поэтому был большой спрос на коммерческую недвижимость, люди интересовались, начинают анализировать, будет ли большое падение в цене, время инвестировать или не время инвестировать, ну, что, в принципе, и правильно делали. Вот, а учитывая, что у нас семь городов, в которых мы работаем, то крицесс мира по нитке голому рубаху, внутренний рынок, он тоже очень большой и интересный. Поэтому мы работали, мы работали. Это здорово, это здорово. Жень, скажи, ну, ты сказал, задал уже тот самый вопрос, будут ли падать люди интересовались, вот они и спрашивают, будет ли падать, что будет, что есть, что есть, что будет. Да, значит, падение цен на недвижимость зависит от многих факторов, не просто от какого-то карантина или какого-то, так скажем, возможного экономического кризиса, который последует, да, цены зависят еще от государственных действий, от политики кредитования, от политики на углубежение, от того же спроса и предложения на рынке, который происходит, да, вот, от тех же застройщиков, дают ли они много объектов или нет. То есть, да, по некоторым объектам есть небольшая просадка в цене. Те собственники, которые были закредитованы, то есть ипотечники, которые вынуждены платить ипотеку, а их доходы только в рублях, они делают небольшие скидки, чтобы закрыть ипотеки и продать свою недвижимость. Это раз. Подождите, секунду, секунду, это ты говоришь про тех продавцов русскоязычных? Да, русскоязычные продавцы, владелицы недвижимости, которые владели недвижимостью и у них не сдавали ее, только доход был в рублях, и у них какие-то сложности с бизнесом, люди начинают продавать эти квартиры, чтобы закрыть ипотечный платеж здесь в Испании, кредит, и не нести финансовые риски, которые вдруг курс упадет рубля до ста. Кто знает, да? И люди снижают свои финансовые риски, свои финансовые нагрузки. Дальше. Если брать города Марбели, например, или тоже Коста-Бланка у нас, то некоторые собственники, которые владели двумя или тремя апартаментами, у нас есть такие клиенты, кто просто для гостей, для друзей отдельно имели одну-две квартирки, какую-то сдавали, какие-то сдавали. Они решили их продать, потому что, ну, затем опять-таки лишние затраты на коммунитат, у кого-то они с кредитами были, появились новые объекты, и люди тоже, ну, они не испытывают необходимости, как говорится, срочно продать много. Итоги, давай продадим какие-то деньги, пусть будут. Вот. То есть они тоже чуть-чуть ниже рынка готовы поставить, потому что понимают ситуацию, что если даже не потеряют там 5-10% в цене, 15% относительно рынка, для них это небольшие потери. Потому что это их не единственная недвижимость, и они не хотят эти деньги опять куда-то вложить. Просто они хотят положить там 100, 200, 300 тысяч на счет, и пусть они лежат на дальнейшую жизнь. Ты сказал, ну, падение, да, вот снижение, готовы снижать. Это могут, ну, по твоей практике, ты же опираешься в том числе и на конкретные примеры, это, как правило, там высокая ценовая категория, средняя, низкая. То есть что это за тип объекта? То есть объект, который 150 стоил до, а сейчас там 140, вот такая история, например. По жилой недвижимости, да. То есть по жилой недвижимости, это недорогие объекты до 150 тысяч, у них скидка составляет до 10%, если мы говорим про вторичный рынок. Первичка пока никак себя не отреагировала, единственное, некоторые застройщики стали предлагать пакет там бытовой техники в подарок. Но это 1%, примерно, да, от стоимости недвижимости размер скидки больше не предлагают. Вот. Что касается крупных дорогих объектов коммерческой недвижимости, вот у нас самое единственное во всем рынке Испании большое падение – это 30% отелей, которые стоили 42 миллиона, два отеля продавалось. У них по ним скидка 11 миллионов, да, это крупное падение. Вот. И это самое крупное падение вообще из всей коммерческой недвижимости, которое произошло сейчас на рынке. Потому что многие выбрали политику выжидающую, смотрят, как и что будет. И те собственники, кто не был закредитован сильно, да, у кого была финансовая подушка, либо сумма кредитов, межмесячных платежей и доход, вот, стали большую разницу, кому это не тяжело, те не торопятся делать скидки. Ну, если мы в целом говорим вообще о коммерческой недвижимости, можно ли сказать, что значительное число гостиниц, домов отдыха и так далее, ну, домов отдыха в испанском смысле, конечно, слова, они сейчас реально под угрозой. И ты видишь, что, ну, собственники, условно говоря, нервничают. И если мы говорим все-таки, ну, есть, например, часть гостиниц, которые там под управлением глобальных сетей, с ними вряд ли, наверное, что-то произойдет. А вот где тот объект, который может быть сейчас недооценен с точки зрения будущего, да? Да, что может быть выгоднее? Ну, туристическая зона и крупные города, такие как Мадрид, Валенсия или центр Марбели, они будут востребованы, потому что постоянный живой бизнес, постоянное население местное пользуется этими услугами. У нас есть, например, несколько предложений аптеки, да, когда арендатор в городе Мадрид арендует аптеку, контракт на 10 лет вперед, и это гарантированные там 6,5% годовых. Аптеки были открыты даже в период карантина, и все работали, все было хорошо. Значит, недооцененный объект, я думаю, что коммерческая недвижимость, кроме доходной, то есть есть доходная недвижимость, возьмем, да, вот отели управляющие, и помещения коммерческие под магазины. Конечно же, магазины, вот коммерческие помещения, многие помещения именно, они просядут. А доходная недвижимость, ну, у нас уже поступают заявки на август, на сентябрь, и, в принципе, поступают по тем же ценам. То есть мы пока еще не делали никакую скидку, и спрос на туристическую недвижимость, он отыграется. То есть твое ощущение, что человек, который, ну, владел апартаментами, ну, на Коста-Бланке или там где-нибудь в Барселоне, неважно где, особо сильно переживать не надо. Да, конечно, там июнь, скорее всего, будет просадка, но по твоим ощущениям, ну, и по первой реакции, все равно вот какую-то среднюю рыночную цену, которую вы ожидали, на данном этапе получить можно, по твоему опыту. Да, конечно. Во-первых, в Испании очень сильно развит внутренний туризм. Очень сильно. Мадрид устал сидеть, да, в заперти, и они все поют на побережье. То есть у нас все заявки пойдут, это все с Мадрида. Дальше, если вот говорить про вообще Европу, то если посмотреть вообще в целом пляжный отдых, семейный отдых в Европе, кроме дорогого классного отдыха на юге Франции или там на Италии, да, именно дорогого, лучшего варианта по пляжному отдыху в Европе нет. В Испании самый оптимальный вариант. И те же самые туристы из Европы, они поедут, как только откроются сообщения, авиасообщения, Германия, Англия, они с удовольствием поедут, и очень много там итальянцев, те же самых приезжают на Ибицу. Если приехать на Ибицу летом, 50% туристов – это итальянцы. Поэтому я думаю, что у Испании в хорошем положении, и относительно вообще всей Европы, и внутренний туризм, и европейские клиенты, и, дай бог, до 1 сентября откроют Россию, и страны СНГ, Казахстан, Украина, то люди поедут отдыхать. У нас уже идут заявки, люди интересуются, какой будет уровень цен и так далее. Но ты при этом, еще раз повторю, ты сказал, что реально, как арендный бизнес, ты ни на что, на вторую половину лета цены не снижал. Цены мы не снижали, и уже идут заявки и бронирование на июль, август и сентябрь. В сентябрь запрашивают уже россияне. Украина, Россия, Казахстан, Кыргызстан активно, Азербайджан. У нас клиенты спрашивают, Штаты тоже, русскоговорящие клиенты много планируют приехать в сентябре. Вопрос из чата. Если мы говорим про коммерческую недвижимость, какую доходность по Испании ты бы назвал хорошей сейчас, и что это за объект, какой коммерческий объект сейчас вообще может быть интересен? Все-таки, как ни крути, не может быть того, что гостиница – это по-любому риск сейчас. Ну, то есть, да, в отличие, может быть, даже от жилого объекта, потому что жилой объект, квартира я купил, я живу там сам. Да, я там никого не пускаю, там снял на месяц, один раз обработал все стены, да, как мне удобно, и все. А гостиницы, много общих помещений, есть определенная часть людей, которые всерьез и, возможно, справедливо напуганы происходящим. Твое ощущение? Еще раз, возвращаясь к вопросу, что за объекты сейчас? Давайте я отвечу средней статистикой запросов от наших инвесторов, которые покупают недвижимости, которые выдвигают требования к нам, как компания, которая подбирает объекты коммерческие. Значит, коммерческий объект с гарантированным доходом больше 5%. Гарантированный доход – это когда в данном помещении есть арендатор, и он обязан находиться в течение 10 лет в этом помещении, то есть подписанного срочный контракт. Больше 5% такие помещения ищут инвесторы. Есть варианты 6, 6,5, 7. Самый интересный вариант у нас был в прошлом году 8,43. Это мы говорим про чистую доходность. Если же использовать кредитное плечо, то есть ипотечный кредит на покупку недвижимости, а в Испании кредитуют до 50% коммерческую недвижимость на срок до 15 лет, ставка 1,9 составляет. Соответственно, в таком случае рентабельность повышается почти в полтора раза. Что это все-таки за тип объектов? Это торговые помещения, если такой долгий срок договора аренды. Едва ли там в офисах или в складах есть арендатор, который берет на 10-15 лет. В складах еще возможно, но в офисах-то точно нет. Есть офисы, например, есть у нас… То есть сейчас, если строить бизнес типа каворки, офисное помещение, это риск, я никому не рекомендую. Но если есть офисное помещение, и там арендатор, например, крупный бренд известной одежды, марки одежды в Мадриде, и у них контракт еще на 6 лет продлен, то это хороший вариант. И они обязаны по контракту 6 лет находиться. У них находятся там дизайнеры, всякие модельеры, пиарщики и так далее. Тогда да, это интересно. И с арендатором, с гарантированным контрактом, и при продаже он, можно там договориться, переподписать еще на 10 лет, до 10 лет увеличить. Если арендатор готов идти на это, тогда да. Так же, как и мы, в наших помещениях офисных у нас всего два собственности, остальные мы арендуем помещения, наша сеть офисов, то мы остаемся в этих же помещениях, мы попросили скидку 50%, и дальше будем арендовать с удовольствием эти же локации для наших агентств. Кстати, вы попросили скидку на месяц, на два или на протяжении какого времени? Как вы сейчас договариваетесь? Учитывая, что мы уже договорились на хорошую цену, когда обращение в аренду, мы сделали запрос, какую скидку могут предоставить, и арендаторы все сделали нам скидку на эти периоды, когда мы находились на карантине, и некоторые предложили тоже 50% скидка, плюс отсрочку платежа в этот период не платить. В принципе, я понимаю, что у людей тоже есть кредиты, которые они в кредит покупают помещения, и полностью отказываться от этих помещений или вступать в контры с собственниками, у нас такой политики нет. Я уже благодарен, что они пошли на 50% скидку. Вопрос от Натальи. Если у инвесторов нет дохода в валюте, могут ли они получить ипотеку, и как вы вообще решаете такие задачи? То есть какие сейчас требования? Ты сказал, там можно получить ипотеку, кредит, назвал очень красивые цифры, но одно дело теория, а другое дело на практике. Как все это получаем? Да, все правильно. То есть на практике надо смотреть конкретно, какие у вас документы и какие у вас доходы. Если у вас есть возможность подтвердить ваши белые доходы даже в вашей валюте, не в евро, можно получить кредит в банке. У нас какая ситуация? Есть, например, давайте сравним два ближайших побережья, популярных у русскоговорящей аудитории, у посетителей вашего сайта. Это, значит, Валенсия и Коста-Бланка. Коста-де-Валенсия и Коста-Бланка. В Валенсии, например, сложности с этим. Поэтому клиенты, которые хотят купить у нас недвижимость в городе Валенсия, в нашем офисе, они приезжают к нам на Коста-Бланка. Мы в Бенедор, например, ближайший город, это 100 километров, 115 километров. И мы здесь открываем счет, оформляем ипотеку на недвижимость, которая есть в Валенсии, и человек довольный покупает недвижимость в Валенсии, но ипотека у него в Бенедор. Прости, правильно ли я понимаю, что вы обращаетесь, по сути, в один и тот же банк, но Валенсийское отделение менее лояльно, чем... Да. Скажи, пожалуйста, вообще, если мы говорим о банковских кредитах как таковых, сейчас, ну вот эти два месяца, они же и из банковской жизни в известном смысле вычеркнуты, они были нетипичные. И можно ли ожидать, что сейчас банки... Ну, с одной стороны, там правительство дает банкам деньги, чтобы как-то поддерживать экономику и так далее, а с другой стороны, все-таки риски есть. И число людей, которые чувствовали себя сейчас, чувствуют себя сейчас хуже, чем чувствовали себя два месяца назад с экономической точки зрения, их много. Твое ощущение, в какую сторону будет двигаться сейчас банковское кредитование в принципе? Более жесткие условия проверки, более высокие ставки или наоборот, будет разлюли малина, и мы вернемся примерно к той ситуации, которая в Испании была в предыдущий кризис, когда кредит давали на 110%. Кредит на 110% давать точно не будет, банки уже сделали выводы, и риск-менеджеры будут, конечно же, более внимательно и более ответственно подходить к вопросу проверки документов. То есть да, будет ужесточение по документу оборотов, это однозначно, чтобы не иметь, так скажем, пассивов в виде кредитов, которые просрочены. Что касается процентной ставки, я думаю, будет государство регулировать и смотреть на текущую ситуацию по стране. Если же будут проблемы и будет снижение цен на недвижимость сильное, то покупательская способность будет падать у местного населения, то банки будут снижать ставки, скорее всего. Если этого не произойдет, то возможно небольшое повышение ставок по ипотеке. Но учитывая, что для Европы повышение ставки это будет типа 2,5 или 3% ипотечная ставка по кредиту, то это будет совсем незначительно. Настоящий мой прогноз, что не будет сильного повышения ставок. Если сейчас мы оформляем клиентам, физлицам ставки по 2-2,5%, ну максимум будет 2,5-3%. Вопрос от Натальи, уточнение. То есть она ссылается на закон 2019 года ипотеки, распространяется ли он на все провинции? Как я сказал, идет внутренняя установка у банка, и у каждого банка и у каждого подразделения есть три пакета кредитов. Высоко рискованные, средне рискованные, низко рискованные. И каждый банк ведет свою политику, каждое подразделение ведет по выдаче кредитов и по одобрению соответственно. Поэтому индивидуальная ситуация, если мы берем ту же Барселону-Валенсию, там с доходами из России, да, и там Узбекистан, клиенты приезжают, достаточно солидные люди с большими оборотами, но они отказывают, подавая документы здесь правильно, переводя их, есть одобрение. Жень, такой вопрос, ты работаешь с несколькими, ты сказал, что 7 филиалов в разных городах, ты работаешь, если мы говорим о ценовых изменениях и о перспективах, которые будут в одном, в другом, в третьем рынке сейчас, я имею в виду уже конкретные регионы Испании, можно ли сказать, что какой-то регион пострадал сильнее, ну потому что, например, известно, что случаев там медицинских больше было в Барселоне, и там хуже была эпидемиологическая ситуация. Вот есть ли связь вот этого и ценовой динамики, и вообще внутренняя миграция, которую ты ожидаешь в Испании вот сейчас, может она каким-то образом повлиять на динамику цен в том или ином регионе, то есть или все будет ровно по всей стране? Конечно же спрос меняется, и карантин, вот эта вот ситуация с коронавирусом, она не сильно повлияет на стоимость недвижимости в крупных городах, то есть на Мадрид не повлияет, на Барселону не повлияет, почему? Потому что это большие бизнес-города, где очень много работы, и люди многие, наоборот, из маленьких городков едут в большие города в поисках работы, в поисках лучшей жизни, зарплаты, образование и так далее. Плюс крупные компании привлекают специалистов из регионов, потому что в Мадриде, в том же Барселоне, растут уровень зарплаты, и они нанимают более дешевую, скажем, рабочую силу. Плюс спрос на туристическую недвижимость. Значит, что явно прослеживается? Явно прослеживается спрос на долгосрочную аренду, и цены на долгосрочную аренду начали расти. Процентов на 20 вырос спрос на долгосрочную аренду, и цены тоже подтянулись. Где и чего? Давай сразу уточним. Долгосрочную аренду недвижимости, живой, во всех городах, плюс на побережье. Многие клиенты, многие клиенты, кто арендуют недвижимость, испанцы те же самые, они едут сейчас к побережью для того, чтобы в поисках работы в туристический сезон. Потому что некоторые компании в Испании, да, пострадали, и некоторые компании закрываются, идет сокращение штата, потому что идет сокращение спроса. И многие люди будут перебиваться, так скажем, в поисках работы, едут на побережье, чтобы либо устроиться в туристическую сферу, в те же самые рестораны устроятся, туристы этими официантами, поварами. Где-то юристы тоже у нас, мы постоянно сейчас рекрутим персонал, мы активно развиваемся. И если бы раньше, как предполагалось, надо открыть офис, помещение, а потом отдать объявление, искать команду. Сейчас очень многих людей сокращают, компании закрываются, мы поэтому набираем людей, и потом уже под сильную команду будем открывать офисы, например, там, так же, как на Тенерифе, да, в прошлой неделе нам обратилась одна компания, закрылась, три резюме пришло из одной компании, мы сделали тестирование, взяли одного человека из трех, тот, кто действительно активный, хорошо будет работать, и где-нибудь там в августе-сентябре поедем искать туда помещение, открывать и выбирать команду. Вот. Поэтому в туристическую зону люди едут, и мы тоже ищем людей. И к нам приходит резюме из крупной, третьей в Испании юридической компании, мы набираем, нам нужен еще один юрист, вот. И идет сокращение, 30% сокращения произошло. Мы будем вот рассматривать, взять себе в компанию этого юриста, да, чтобы он готов приехать на побережье в том числе. И среди испанцев возрос спрос на недвижимость с участками земли, то есть это таунхаус, либо бунгало, где квартира, и небольшой свой участок есть, либо дома. То есть клиенты выбирают, конечно же, недвижимость теперь с своим участком. Это тоже спрос растет. Окей. Давай посмотрим тогда те примеры, которые, Евгений, ты приготовил для нас. Вот она, наша Испания. И пример номер один. Что это, где это и почему именно сейчас? То есть что изменилось на протяжении, там, последних двух-трех месяцев с подобного объекта, или, может быть, конкретно с этим? Да. На данной фотографии один из лучших объектов, один из лучших комплексов города Бенедорм. Это достаточно считается высокая цена на недвижимость в данном комплексе, потому что большой, очень хороший комплекс, очень развитая инфраструктура. Есть и спа-центры, и перенажерные залы, и бассейн открытый, и теплый бассейн, который работает 365 дней в году. И ресторан свой есть, и джакузи, кинотеатры, детские площадки. То есть просто супер. И, конечно же, вид на море с террасой. Здесь, к сожалению, на фотографиях не видно. Это вторая линия с шикарным видом на море, 250 метров до песчаных пляжей с красивой бирюзовой водой. В данной ситуации клиент продает недвижимость. Свою рыночная цена этой квартиры была 390 тысяч. И клиент, это один из двух объектов, которые у него есть, он сказал, ребят, давайте, наверное, снизим цену, потому что сейчас все будут чуть совпадать. И имейте в виду, что такая цена для быстрой продажи, я готов снизить на почти 10%. Окей. Объект интересный как для проживания, для проведения отдыха, так и для сдачи в аренду. Окей, номер два. Номер два. Это интересный проект, который только анонсирован. Лицензию на строительство получили в марте буквально за несколько дней. По-моему, числа 12 марта мы были на презентации, нас застройщик приглашал, начинается строительство. Это комплекс вилл небольших, 100 квадратных метров вилла, две спальни, две ванны и один гостевой туалет. Небольшая терраса 35 квадратных метров, участок земли 200 квадратных метров, находит у подножия красивой горы вокруг средиземного... Это регион Коста-Бланка. От пляжа это 12 километров. Если по прямой, то... По дороге 12 километров, если по прямой, то около 5 километров до моря, до пляжа. Комплекс, состоящий из отдельных вилл небольших, двух- и трехкомнатных. И цены стартуют от 194 тысяч. Мне кажется, это лучшее предложение на всем побережье сейчас. Коста-Бланка, одна новостронка. А вот какая часть Коста-Бланки? Это Коста-Бланка, рядом с городом Бенедорм, город Палоп. От Бенедорма это километров, наверное, 7. Ну, и, по-моему, у нас третий пример есть. Да, бунгало, съедатки сада. Ну, это тоже. А это, по-моему, пример, варианты, когда у собственника доход только в рублях, у него ипотека очень большая. Он этот объект упал давно, не с нашей компанией даже еще. В 2009, по-моему, году он его покупал. Стоимость ценового объекта была 75 тысяч, но так как курс евро подскочил до 80 за рубль, он снизил с 75 до 65 тысяч несколько недель назад. И уже запланированы просмотры по данному объекту. Это квартир нижний этаж с твоим небольшим двориком. Два маленьких дворика, 25 квадратных метров, где можно делать барбекю, поставить стол, либо лежаки. Вот на фотографиях есть терраса. Значит, здесь одна спальня и один зал. Это, как принято говорить в России, двушка с кухней, меблированная, с бытовой техникой. И в комплексе есть бассейн. Окей. Ну что ж, три примера от Евгения Антипова. Жень, ну и тогда уже, наверное, в заключении нашего разговора все-таки еще разочек. Вот до этого мы общались с твоей коллегой из Италии. Она сказала, что сейчас рынок в Италии раскачивается. То есть 2-3 месяца сейчас подумают, куда идти. То есть в какую сторону двигаться ценам, как реагировать на эти последние два месяца. Вообще считать, что ничего не было. Или все-таки что-то было. По Испании я не видел, правда, такого отчета. Но опять же, итальянский пример говорит вот о чем. Итальянские эксперты говорят вот о чем. Что вот некие снижения и некое понимание происходящего, оно вообще придет только к осени. Потому что сейчас за этой суетой, за этими курортными активностями, может быть, и цены на что-то вырастут, на что-то упадут. Но вот к осени будет понятно, насколько действительно масштабно люди готовы сейчас вкладываться в недвижимость, в том числе в частную. Твое ощущение, как это может быть в Испании, на что здесь можно рассчитывать, и как вести себя стратегически покупателям, которые хотят, но вроде особо не спешат, в ближайшие там полгода. Я с тобой согласен. В Испании точно такая же ситуация. Значит, если кто-то из инвесторов, так скажем, планировал покупать себе недвижимость в Испании, надо анализировать сейчас. И самые хорошие цены на недвижимость и возможные большие скидки будут сразу после того, как откроются границы, и народ поедет покупать. То есть тот, кто хотел продать, некоторые люди просто физически не могут это сделать. А они будут готовы торговаться, когда люди приедут, и первые люди готовы будут кривиться. Вот, даю задаток, даю скидку. Такие клиенты, такие покупатели, такие продавцы будут, и это будет самая выгодная цена. То есть я слушателям вашего канала рекомендую анализировать сейчас цены, как откроются границы, приезжать, делать хорошие оферты. Мы это помогаем делать. Максимальные скидки 15-20-25% больше расширитывать не стоит, в 50% точно недвижимость не упадет, нет пока никаких посылок. Вот такие примерные рекомендации. Ну что ж, контакты компании Albumar Group перед вами. Я думаю, что мы сейчас, в течение нескольких минут, когда мы уже чуть позже будем разговаривать со следующим экспертом, я попрошу найти еще у своих коллег еще одну ссылочку. Дело в том, что ровно 3, наверное, 3 года назад, Жень, или 4 года назад, мы уже все годы перебились, мы с тобой ровно в эти дни снимали видеосюжеты о Коста-Бланке. И я думаю, что мы сейчас найдем их и в любом случае скинем. У нас был отдельный спецпроект, он касался не только Коста-Бланки, но вот все Коста-Бланковские серии мы тогда снимали с компанией Albumar Group, снимали в Теревьехе, снимали в Кальпе, и это было просто зашибенно. Жаль, в этом году увидеться не можем. Я думаю, будет такая возможность увидеться осенью. Хорошо, тогда так. Всех приглашаю в Испанию, и, Филипп, тебя рады будем встретить. Всех в Испании. Испания влюбляет людей. Это отличная страна для отдыха и для жизни. Ну что ж, дорогие друзья, Евгений Антипов, Albumar Group. Жень, спасибо огромное. До встречи и большой удачи. Всем удачи и здоровья.